Надо отметить такой момент, вот анализ, команда Deep State провела анализ видеоматериалов с использованием FPV дронов, дроны Камикадзе, которыми мы боремся с техникой. Так вот, за июль месяц, то есть не полный июль месяц, сегодня только середина июля, 14 число, по видеоматериалам 57 поражений мы наносим противнику и 48 поражений противник наносит нам. То есть я хочу сказать, что ситуация с дронами на сегодняшний день, к сожалению, величайшему сожалению, Российская Федерация пытается выровнять. Но в отличие от нас, что надо отметить, в Российской Федерации вот эти дроны закупаются на государственном уровне, государственным контрактам. Они покупают, Китай продает. У нас проблема, у нас мы выделяем сотни миллиардов на достройку музеев, на строительство дорог, но при этом у нас вся страна донатит на вооруженные силы, покупает дроны на всех возможных торговых площадках. Вот эта вот ситуация, на мой взгляд, это явный перекос не в ту сторону. Мы еще не выиграли войну, нам еще предстоит очень много сделать для того, чтобы победить. Поэтому, может быть, наши мажновладцы пересмотрят порядок распределения средств и обеспечения наших сил обороны необходимыми видами вооружения для борьбы с врагом на нашей территории. А потом будем достраивать музеи, строить дороги и все остальное. Ну, вот такая вот сегодня ситуация, к сожалению, сложилась с дронами, что они практически вышли на паритет. Учатся враг воевать, вот что плохо. А мы не развиваем наши усилия по оснащению наших вооруженных сил. По оккупированным территориям. Здесь российские оккупанты продолжают применять практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях. Так, в Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан. Которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства. Вот такой вот жесткий прием применяет российская оккупационная власть на оккупированных территориях. Причем в том числе и семей с детьми и пожилых людей. Гребут всех под гребенку. На их местожительство оккупанты заселяют как правило представителями государственных, точнее национальных меньшин из обедневших районов Российской Федерации. То есть завозят сюда всю бедноту с отдаленных районов Российской Федерации и расселяют здесь на наших территориях. Так что нам еще придется поработать в плане депортации всех этих переселенцев, всех непрошенных гостей на нашей земле. Продолжают также оккупанты захватывать и медицинскую инфраструктуру, и детские оздоровительные учреждения на временно оккупированных территориях. Поэтому в городе Бердянск Запорожской области противник использует одно из зданий городской больницы для размещения своих раненых террористов. А в населенном пункте Зугрес, временно оккупированной Донецкой области, оккупанты захватили и используют территорию базы отдыха Бережок для размещения своих подразделений и военной техники. Ну, кстати, надо отметить, что они очень многие и начальства, видите, и ЗКП 58-й армии в районе Бердянска на берегу Азовского моря. Как-то они так лето, море очень любят и все стремятся там где-то на берегу себе разместить базы. Причем и госпиталя, и базы, и все остальное. Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 8 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и по двум зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага, Два состава боеприпасов, 10 артиллерийских огневых позиций или артиллерийных, 10 районов огневых позиций артиллерии врага, Три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию электронную станцию. Я так понимаю, это, скорее всего, постановщик помех или станцию радиотехнической электронной разведки. В целом, наши силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали личного состава врага 550 оккупантов, техники врага ликвидировано 5 танков, 5 единиц, боевых бронированных машин 9 единиц, артиллерийских систем 24 единицы, реактивных систем залпового огня 2 единицы, средств ПВО 2 единицы, беспилотников оперативно-тактического уровня 31 единица, крылатых ракет 2, автомобильной техники 24 единицы и специальной техники 24 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки. И, в общем, вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Там вы пишите, что почему я говорю, что от Харькова до Херсона, ведь еще и страдает, допустим, город Очаков Николаевской области. Да, но он не является, он прифронтовой город или даже он тыловой город, но до него достает российская артиллерия и ракетные войска. Но он не является, слава богу, в районе Очакова линия фронта не проходит. Линия фронта проходит по реке Днепр. Поэтому я говорю о фронте. Ну, хотя мы Очаков вспоминаем, когда он подвергается обстрелам артиллерии или дронов противника. Ну и как я обещал, рассказать вам об одном из спецподразделений. Есть такое у нас спецподразделение, называется Белый Волк. Это спецподразделение, ну мы все знаем, вот допустим, если мы говорим о ГУРИ нашем, разведке, да, мы все знаем, что такое Кракен. Что это за подразделение. Так вот, в центре специальных операций Альфа СБУ Украины есть такое подразделение Белый Волк. И у них сегодня, ну не сегодня, на днях у них был юбилей. Юбилей, видите, какие юбилеи у нас отмечает наш спецназ. Уничтожено 400 целей противника. 400. Причем, когда уничтожали юбилейную 400 цель, это было 10 единиц техники врага уничтожено. Среди них было 2 танка и станция радиоэлектронной борьбы поле. Есть такая в составе рашистских войск. Вот. И несмотря на то, что такое небольшое подразделение по численности, но видите, какой урожай они собрали за все время ведения боевых действий. Так что не только общевойсковые механизированные танковые и артиллерийские подразделения ведут борьбу с врагами, но и вот такие вот спецназовские подразделения тоже выполняют вот такую тяжеленную работу. Причем она не видна и она попадает в сводки с большим опозданием, потому что пока информация дойдет по каналам. Но тем не менее люди воюют и они приближают, в том числе приближают нашу победу. В общем надо отметить, что вот этот, ну мы уже говорили с вами, я вам рассказывал про центр специальных операций Альфа, но вот подразделение Белый Волк, это одно считается из самых результативных подразделений спецназа, службы безопасности Украины. Это детище нового начальника Василя Малюка, он особое внимание уделяет вот этим вот подразделениям, вообще центру специальных операций. Ну мы знаем, я вам говорил, что универсальная организация, которая воюет везде и на всей территории Украины. Мы слышим постоянно, выдвигают подозрения и задерживают шпионов, задерживают корректировщиков и видите, и воюют еще и где-то в районе линии фронта, вот так я скажу, потому что точных позиций у этих подразделений нет. И вот кстати генерал Буданов буквально по-моему вчера или позавчера сказал такую фразу в очередном интервью, он сказал, что на вопрос надо ли создавать украинский МОСАД в плане борьбы с теми военными преступниками, привлечения к ответственности тех военных преступников, которые совершили такие очень жестокие преступления, ну вот в частности связывают убийство капитана первого ранга в Краснодаре, по-моему да, он был командиром подводной лодки, которая кстати сегодня по-моему юбилеет, извините, сегодня годовщина трагедии в Виннице, когда был удар калибрами с акватории Черного моря с подводной лодки. И вот вроде бы говорят, что достали, карма достала преступника, военного преступника. Так вот по оценке некоторых спецов, а и Буданов сказал, что нам не надо создавать МОСАД, он у нас есть, украинский МОСАД. А вот по некоторой оценке специалистов, они говорят, что глава службы безопасности Василь Молюк фактически превращает подразделение СБУ в украинский МОСАД. Служба успешно уничтожает врага там, в любом месте, где бы он ни был. Субтитры подогнал «Симон»!